всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня рубрика готовлю на несколько дней за кадром поставила вариться бульон буду делать куриный супчик сегодня такой легенький вот а сейчас буду делаю котлеты вот перемолола лук с булочкой и добавляю еще вот такой у меня сушеный лук я приобретала его на her все специи мои я приобретала на herb очень довольна и всем советую единственно что до доставка от двух недель 2 3 недели примерно я жду каждый раз свою посылочку сухой чеснок еще и специи для мяса конечно добавляем вот вот этот сушеный лук он кстати здорово вручает когда например ну вдруг закончился лук вот и а его нужно добавить какое-то блюдо соль конечно же одно яичко фарш у меня из индейки я его приобретала в моем любимом мясном магазинчике пока что я мясорубку не приобрела но думаю что в скором времени обязательно это сделаю спасибо всем за комментарии которые вы мне оставляли по поводу того какая мясорубка все же лучше вот сбегая вперед скажу что у меня пропали некоторые кадры не знаю может быть я не нажала кнопочку съемки с того как я подготавливала все куриному супчику но я думаю что он такой простой что и наверное не обязательно это нужно там очень хорошо вымешиваю фарш и буду формировать котлетки из индейки я делаю котлеты также как и из любого другого фарша то есть я их вначале обжариваю обваливаю точнее в полинировочных сухарях обжариваю с двух сторон на сковородочке а потом буду уже пропаривать вот моей любимой плошечки как я ее называю вот и также сегодня будем готовить наггетсы для деток и печенку меня спрашивали по поводу печенки вот этой из индейки как я ее готовлю на самом деле если даже посмотрите в интернете рецепты ее готовят так как обычную так как куриную в общем ну так же как обычную печенку можно готовить и вот это вот печень из индейки мне очень нравится я не знаю либо я ее приобретаю такую которая уже хорошо очищена либо она сама по себе такая достаточно чистая я ее вначале обжариваю без масла потому что ну я ее промываю да как и все и вот она мне видите такая там в воде такой вот ну вначале выпаривать это водичка потом уже добавляю масло сюда конечно же поделюсь со своими хвостатиками им кстати тоже очень нравится вот эта печень индейки особенно моей собачки боне джусь это не очень а вот всем остальным и коты у меня любят ее поэтому приобретаю и я буду добавлять просто еще сметану можно сливки все что у вас в принципе есть да можно майонезик добавлять сюда можно обжарить ее добавить потом обжаренный лук можно морковку но вот я в этот раз решила сделать просто печень без овощей нарезаю ее ну как получится нарезать да я как-то вообще когда что-то нарезаю мне нет каких-то принципиального да что именно так вот эти кусочек печенки оставила своим девчулям вот вместе с этой водичкой мадам вот ну и буду ставить уже обжаривать печенку чтобы выпарилась водичка как я уже сказала потом буду добавлять масло сейчас добавлю немножечко перчика и немножко соли перец обычный черный потом я еще когда буду заливать сюда сметанку я потом еще обязательно попробую вот она у меня уже обжарилась я уже навела сюда сметанку сметанку разбавила с водичкой и добавила сюда куркумы и видите получилось вот это подлива такая желтоватая странного цвета да это вот я так понимаю что куркума дала вот такой цвет но куркума дает очень такой приятный вкус обожаю куркуму как специю поэтому добавляю и много где но вот есть такой эффект что да такой вот желтоватая получилось вот это подлива добавила еще сюда и вот сушеный лучок и сушеный чесночок то есть разные специи и буду уже протушивать все это под крышечкой чтобы ну вот ведь у меня уже чеснок практически закончился сушеный надо обязательно мне его заказать обжаренные котлетки мои вот так вот кипят наливаю где-то примерно стакан воды а это были у меня варится и буду делать такой легенький супчик я вот так что вовсю тут у меня бурлит где-то стакан до примерно я добавляю на котлетки многие добавляют сразу в ну точнее складывают в плошечку а складывают в той же сковородочке в которой жарили наливать просто немножко водички и пропаривают вот сейчас я подготавливаю куриную грудку и буду делать наггетсы я уже много раз показывала как я их делаю но все же кто-то спрашивает возможно новенький нарезают небольшими кусочками и нарезаю я ее ну как вот тоже как нарежется вот добавляю специи сюда немного потому что он у меня это вариант для деток то то есть если бы я готовила чисто мужу то я бы добавила больше специи больше перца больше всего такого но в этот раз вот так то есть немножечко специи даже не мариную соли и все обваливаю в яички и потом в панировочных сухарях и обжариваю с двух сторон можно запечь в духовке но в духовке у меня получается сухое мясо не знаю или я что-то делаю не так или духовка у меня так высушивает но в духовке когда если я запекаю подобные наггетсы до моим детям не нравится вот поэтому я обжариваю ну стараюсь поменьше масла класть вот такой вот у меня получился блюдо такие здесь у меня супчик куриный с вермишелью но он у меня такой легкий вообще не густой я его буду подавать с гренками или с обжаренными тостами и тогда получится ну такой вот да это как как куриный бульон наподобие только вот все таки в нем у меня добавлен немножко макарончиков зелень сюда еще добавил видите он такой совсем совсем легкий вот с гренками с тостами зеленью с отварным яичком вообще супер у меня очень любят вот такой вот прям вот чтобы одна вода вода была а то и просто куриный бульон очень любят все домашние также сварила макароны обычные спагетти здесь вот это у меня будет в качестве гарнира наггетсы вот такие вот они у меня получаются домашние до обжариваю до готовности я их сразу с двух сторон котлетки которые полностью пропарились и они получаются просто вот это вот панировочные сухари до хрустящие а внутри мягкая сочная котлетка и вот такая вот у меня получилась печенка печенка из индейки мне очень нравится она очень вкусно единство что вот куркума до видите такая подлива получилась такая желтоватая но вкусно очень вот не очень может быть аппетитно из-за того что такая желтоватая но очень и очень даже вкусно вот такие вот блюда я наготовила помидорчики огурчики еще нарежу или достану какую-нибудь свою закатку закрутку или что-то в этом духе и будет вообще просто супер вот так что на сегодня я буду с вами прощаться я надеюсь что вам понравилось такое видео оно было для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал кто еще не подписан ставьте пальчики вверх мне это очень приятно всех люблю целую и до новых встреч